Здравствуйте! Слышите такой немножко противный звук? Может быть, кому-то он кажется противным, а лично мне очень даже приятен уху. Это из искусственного поликристаллического алмаза, такое очень твердое вещество. Оно такого черного цвета, угольно-черного цвета. Ну вот, например, вот маленький такой кусочек поликристаллического алмаза, специально вырезанный, шлифованный. Я перед записью пробовал, царапину на стекле оставляет, то есть очень твердый объект, твердое очень дело. И вот сейчас здесь, на этом станке, это лазерный станок, делается фильера алмазная. Фильера, дырочка маленькая, ну вот чертежик, о, фильера. Фильера нужна, ну, во-первых, для того, чтобы проволоку протянуть. Во-вторых, что через эту фильеру можно пропустить поток жидкости или газа, несущий, так сказать, абразивный материал. То есть еще что-то, какую-то тонкую обработку делать. Вот, скажем, каким-нибудь алмазным абразивом обрабатывать какой-нибудь алмаз. Да, вот что-нибудь такое делать, необыкновенное. То ли для техники, то ли для искусства, ну, в смысле для ювелирного искусства. Вот. Каких только тут дырочек не пробивают. Вот, для примера, вот такая вот алмазик, и в нем много-много-много-много отверстий пробили. Ну-ка попробую, я на свет вам покажу, подлучится. О, смотрите-ка, вот сколько много там дырочек всяких, видно? Дырочки, 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 дырочки. У вас только вот проделали много дырочек. Вот, могу вам и крупно показать, если хотите посмотреть. Сейчас хотите? Давайте сейчас. Дырочки. Вот, у нас в нашей стране пионером проделывания дырочек в алмазах был купец Алексеев, который позже принял псевдоним Станиславский. Тот самый Станиславский, система Станиславского, который как один из краеугольных камней в основе современного кинопроизводства. Это вот он, тот самый Станиславский. И он на этом разбогател, а потом, значит, стал в театре всяких интеллигентов играть. Роли купцов у него не шли почему-то как-то. Не получался, нетипично он был купец. Вот, вот такой замечательный прибор. Значит так, вот смотрите-ка, вот тут на экране показано, что происходит. Вот это вот ось вращения, да? Вот ось вращения будущей фильера. А вот это вот красный, это тот самый луч лазера, который сжигает, да? Он сжигает поверхность алмаза. Ну, он действительно сжигает, он превращает эту поверхность алмаза. Алмаз это углерод С. Он превращает ее либо в углекислый газ СО2, либо в угарный газ СО. Ну, важно, чтобы все это сжечь. Вот он сейчас вот под таким углом он крутит и сжигает. Луч лазера все время вертикальный, а вот этот можно поворачивать, вращать. Вот такая головка универсальная вращается и еще, значит, меняет два угла. Да, да? Две степени свободы у оси вращения. Так, ну, пойдемте, я вам еще что-нибудь тут покажу на эту тему. Кстати говоря, алмазную фильеру можно делать и без всякого лазера. Так, как купец Алексеев когда-то делал. Значит, вот она вот заготовка, в которой будет потом алмазный фильер. Это вот, так сказать, металлическая обойма. А вот там вот маленькая-малюсенькая алмазная фильера, она еще не проделана. Начинается на сверлильном станке. Сверлильный станок. Никакого сверла тут нет. Но с виду как сверлильный станок, правда? Это не сверло, это такой, значит, инструмент из мягкой стали. Мягкая отожженая сталь. Этот инструмент, вот этот вот сам вот стерженечек, покрывается снаружи алмазной крошкой. А называется так операция шаржирования. К шаржам не имеет никакого отношения. Значит, внутрь алмазной крошки, как бы сказать, внутрь, простите, этого металлического объекта вдавлены вот эти вот частички алмаза. Мелкие там, может до микронов в том числе, да, таких размеров. И вот это вот превращение, вот она начинает это дело вот деформировать, разрушать, не деформировать, разрушать алмаз. И проделывается отверстие в конце концов. Как только отверстие пробито, дальше нечто похожее на лобзик. Но лобзик тоже алмазный. Вот эта вот проволока играет роль вот этой лобзиковой пилы, да, пилы лобзика. Вот там вот фильер, надо через эту проволочку через нее продеть. И она вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз движется. Проволочка, это что-то медное такое, ну, вот, видно по цвету, да, если вам видно. Вот, и эта проволока, вот она. И эту проволоку тоже, так сказать, шаржирует. Ну, тем более, медь еще мягче, чем сталь. Вот они шаржируют частичками алмаза, причем разной фракции. Сначала грубые, такой вот, как драчевым напильником они вот так вот очищают внутреннюю поверхность, такая царапанная, грубая. Потом более мелкую фракцию. И так доходят до самой-самой мелкой, ее называют нулевой фракцией. Это уже микрон и меньше такие частички алмазиков давлены. Вот, очень интересный процесс. Представляете, как вот алмаз очень тверд. Ну, естественно, алмаз только алмазом и обрабатывают. А этот алмаз, я бы сказал, имплантирован. А вот специалисты говорят, шаржирован. Шаржирован внутрь вот этой вот мягкой проволоки. Вот представляете себе, вот проволока, из нее торчат вот эти вот, так сказать, шаржированные алмазики, их ребра, этих микрокристалликов. Они, значит, шмурыгуют по поверхности кристалла, алмазок, поликристаллического этого алмаза. Его должны они разрушать. И, естественно, этот вдавливается в медь, да? Медь легко разрушается, и он сразу оттуда появляется. Что-то типа некий, так сказать, самозатачивающийся резец, да? Помните, когда-то было такое? Самозатачивающиеся ножи, самозатачивающиеся резцы, да? Мягкий металл и твердый металл. Мягкий срабатывается, твердый остается. А тут вот мягкий металл срабатывается, а вот эти вот твердые кристаллики оттуда вот вылезают, высовываются наружу. Вот. Вот так вот и разрабатывают. Без всяких лазеров можно сделать было. Да, вот так. Вот там вот на предметном столике, да? На предметном стекле, можно сказать, микроскопа находится столбик такой из поликристаллического алмаза. В нем много-много отверстий проделано. Вот. И вот посмотрите, как он это показывает. Вот на том экране все, да? Я могу вращать столик в разные стороны и фиксировать координаты. Все внимание на экран, пожалуйста. Вот. Вот я зафиксировал. Вот координаты. Так, подниму повыше. Вот так, чтобы по диаметру шел. Вот координаты левого края дырочки, да? Ну, Y, бог с ним, 104,8 миллиметра. А вот он X по горизонтали. 69,666. Так, и поехал вправо. Так, что у меня тут получилось? 70,609. Так, там было 69,666. Ну, поменьше чем... Побольше чем 9 десятых миллиметра и поменьше 1 миллиметра. Вот диаметр этого отверстия. Естественно, точность измерения очень хорошая. Видите, он чувствует в третьем знаке. Это значит, он чувствует тысячные доли миллиметра, так сказать, микроны. Микроны – это длина волны уже инфракрасного излучения, кстати говоря. Представляете, какой тонкий прибор. Ого! И как он... Посмотрите, вот я... Вот-вот-вот-вот-вот я, так сказать, трогаю, да? И вот он перемещается в кадре, видно, да? Вот. Пошевелил другую ручку, и он вот так переместился. Вот такой прицел. Какая-то точность прицеливания по этому маленькому алмазику, да? Эти отверстия, кстати, проделаны лазером все-таки, да? Не проволочками какими-нибудь, не сверлышками, а лазером. И вот с помощью этого прибора это как раз и контролируется. Сейчас я вам расскажу, ну, желательно в деталях, но далеко не во всех, как же делаются синтетические алмазы. По крайней мере, вот такие вот поликристаллические алмазы. Внимание, начинаем. Значит, вот это вот называется, так сказать, контейнер. Контейнер, вот он, пустой, дырочка. Устанавливается вот в эту вот, как это называется, пуансонной матрицей. Это, значит, матрица, да, блок матрицы называется. Значит, вот. И заполняется либо графитом, либо мелкими кристалликами алмаза, совсем мелкими, измельченными. Вот. Значит, начну издалека повествовать. Значит, смысл понятен. Вот так вот сдавливается и обеспечивается высокое давление. Но расскажу в деталях. Ну, во-первых, помните ли вы такой замечательный опыт, так сказать, Паскаля, как он, значит, большущая бочка с маленькой трубочкой, в эту трубочку чуть-чуть влил воды и бочку разорвало от давления. Вот и тут тоже похожая вещь. Значит, вот огромные достаточно вот эти вот, я по-простецки, по-слесарному назову, пансон и матрица, да, вот они большие, и маленький совершенно вот этот вот объемчик для будущих алмазов поликристаллических. Вот. Но он должен плавненько передавать давление, правда? А это же камень. Да, это один из видов, как говорят, литографского камня. Когда-то на таком камне, значит, выполнялся рисунок для печати гравюр, да, разными способами выполнялся он. Вот. А этот вот литографский камень, это смесь в основном кальций-СО3, то есть по-нашему это известь, мрамор и мел. Вот это все кальций-СО3. И каких-то еще добавки. Какие, мне неизвестно. Вот. И он достаточно пластичный. Что значит пластичен? Ну что, как пластилин? Нет, отнюдь. Вот, вы знаете, геологи рассказывают, вот там, где под земной поверхностью есть пласты соли, они говорят, пласты соли очень пластичны. И всякие трещины, которые, ну, при тектонических всяких движениях образуются, они в соли быстро очень залечиваются. Потому что соль под большой нагрузкой, под большим давлением, под которым она находится там в пластах земли, она вот быстро вот так. И поэтому вот эти соляные купола являются ловушками для нефти, для газа. Это вот известный факт. То же самое можно сказать с определенной долей, так сказать, уверенности и про кальций-СО3. Вот. Вот тут вот так и сжимается. Вот. Сверху вниз. Ну, мне вот так удобнее смотреть. Смотрите, вот он так вот. И его сжимают со страшным давлением. После этого через него еще пропускают электрический ток. Значит, где будет выделяться тепло? Тепло будет выделяться в той области, где наибольшее сопротивление. Естественно, у графита оно наибольшее. Вот он там разогревается. Большие температуры и давление. Это обеспечивает синтез поликристаллических алмазов. Вот и все. Вот. Ну, конечно, наверное, я не рассказал и одного процента от всяких там производственных тайн. Какие добавочки в этом камне литографском, какие температуры надо обеспечить, какие давления. Ну, все это, может, и не такие уж тайны теперь, но все-таки ноу-хау какой ни на есть. Поверите ли вы мне, что с помощью вот этих вот очень точных, да, это называется аналитические весы. Что с помощью этих аналитических весов измеряют износа стойкость различных твердых материалов. Поверите или не поверите, я вам расскажу, как это делается. Вот эти вот сверхтвердые материалы, износ стойкости которых нужно определить. Вот так они помещаются. И нечто, такая установочка очень простая, типа шлифовального круга, вот так они вращаются. Под определенной нагрузкой. На них сверху вот это вот нагружается. Вот тут вот прилепили какие-то кусочки, это вы выбирали масса, чтобы была, да, чтобы вот определенный груз на них давил, определенная сила давления. Так сказать, поелозили, поелозили, потерлись, потерлись, сполоснули, естественно, и взвесили. И посмотрели, насколько же убавился вес вот этих вот сверхтвердых материалов. Вот и все, вот так вот измеряется износ стойкость. Значит, вот столько этого материала сошлифовалось. Вот настолько он износостойкий. То стоик или, наоборот, износа не стоик. Вот когда готовят сырье для изготовления алмазов, просеивают микрокристаллы алмазов, для этого используется такая вот система СИТ, да, я бы так сказал. Профессионал их называют СИТА, не СИТА, я даже не знаю, они говорят СИТА. Вот это вот самое такое вот крупное СИТА, на ней застревает только совсем крупный алмаз. А тут где-нибудь мелкое СИТА. И вот тут вот на мелком СИТе я даже углядел своими глазами, как вот тут вот блещут маленькие микрокристаллики алмазов. Тут они, это уже мелкое такое СИТА, и на нем мелкие алмазики были. Не знаю, видно вам или нет, вот так, видно. Представляете, какая фантастика. Мелкие алмазики. Ну, кстати, они сами-то не просыпаются, это вот все вращает, вибрация, да, вот так вот притянули гайкой и трясут, просеивают алмаз. Ну, это обычная процедура, как на кухне просеивание такое делается, так и здесь. Так что непросто сделать высокопрочный алмазный объект, какой-нибудь фильеру или что-нибудь режущее. Как, когда, зачем, почему и вообще, как делают и когда начали делать вот искусственный алмаз? Основной предмет деятельности лаборатории – это синтез самих свертвердых материалов, а к ним относятся алмаз и плотные модификации нитридобора. Нитридобор, да? Это непосредственно сам синтез, синтез монокристаллов, синтез порошков и синтез поликристаллов. Следующее направление – это изготовление различных видов изделий из алмаза и кубического нитридобора. Вот изготовление одного из видов изделий мы уже видели, алмазный строй, формирующий сопло. В качестве примера можно привести алмазные поликристаллы, которые получаются синтезами из графита в области термодинамической стабильности алмаза. Термодинамическая стабильность алмаза. Поясните, пожалуйста. Если рассматривать диаграмму состояния углерода, то на этой диаграмме есть три большие области. Область термодинамической стабильности графита, область термодинамической стабильности алмаза и область термодинамической стабильности расплава углерода. Вот синтез алмаза при статических и динамических условиях возможен в области его термодинамической стабильности. Однако есть методы получения… Это значит на диаграмме температуры и давления? На диаграмме ПТ, она так и называется, ПТ-диаграмма. Откройте меня, я этого раньше не знал. Вот та область, где углерод может быть жидким. То есть расплавленный графит фактически. Это расплавленный углерод. Это температура выше 4000 кельвинов. И весь диапазон давлений от комнатного давления до сверхвысоких давлений. 4000. Но это надо суметь его так нагреть? Это надо его так нагреть, чтобы он не окислился, не деструктурировал. То есть должны быть совершенно особые условия нагрева. А где-нибудь в земных условиях получают такой вот? Ну, в принципе, можно предположить, что где-то глубоко в земной коре может существовать расплав углерода. Но подобные эксперименты сейчас проводятся физиками в области техники, физики высоких давлений, физики, работающие в области высоких температур. То есть получают расплав углерода, нагревая этот углерод, как правило, лазерным лучом. И он не успевает, так сказать, химически прорегируется. И если, значит, у нас нет в окружающей атмосфере кислорода, то, естественно, он не окисляется. Ну да, в вакууме, да. Либо в вакууме, либо в защитной атмосфере. Здорово. И знаете, что перебил? Значит, видимо, так под землей и синтезируется. То есть вырастают алмазы из расплава, наверное, да? Ну, под землей, значит, в рамках существующих теорий синтез алмазов осуществляется на глубине где-то примерно 50-60 километров. Там как раз существуют условия, ПТ-условия, давление и температура, соответствующие области термодинамической стабильности алмаза. И происходит перекристаллизация не алмазного углерода в алмазный углерод, поскольку алмазный углерод является термодинамической стабильной фазой. И можно представить, что где-то глубоко под землей, очень медленно, поскольку это диффузионный механизм роста, растут кристаллы алмаза. И вырастают они до разных размеров, начиная от порошков и заканчивая самым крупным кристаллом алмаза, который был найден в Южной Африке, известный кристалл алмаза Кулина, который имел размер до того, как его превратили в ювелирные изделия, ну, примерно с кулак взрослого человека. То есть размер был примерно вот такой. Фантастика. Такой вырос где-то там. Сколько же времени такому алмазному было расти в тех условиях? Все зависит от температуры и давления. Эти параметры определяют скорость диффузионных процессов. Но, по-видимому, сроки природного роста монокристаллов алмаза очень большие. Мы у себя миллионы, не думаю, что миллионы, скорее всего, годы и, может быть, десятки лет, может быть, тысячи лет. Но, скорее всего, в природе процессы роста чередовались с процессами растворения, потому что на некоторых кристаллах алмаза видны следы вот этих процессов растворения этих кристаллов алмаза. Но достаточно четко я могу сказать о том, какое время требуется для выращивания синтетических монокристаллов, аналогов природных. Скажем, вот кристаллик размером в полтора карата растет трое суток. И кристаллик этот, если необходимо, я его могу показать. А он растет у вас трое суток в лаборатории? В лаборатории, да, в камере высокого давления. При давлении примерно 60 тысяч атмосферы, при температуре где-то в районе полутора тысяч градусов Цельсия. Из графитного порошка? Он может расти из графитного порошка, может расти из, так сказать, алмазного порошка. А поскольку рост осуществляется методом температурного градиента, то в данном случае не очень важно, что является источником исходного углерода. Но это будет алмаз черный, в честь. Нет, это будет алмаз, я могу его показать. Увелирного качества, как говорится? Качество близкого к ювелирному. То есть из-за примесей азота, которые проникают в кристалл алмаза из ростовой системы, цвет этого кристалла желтый. Если создать такие условия, когда азота в окружении этого растущего кристалла не будет, то можно получить его бесцветным. Если вводить соответствующие лигирующие компоненты, допустим, бор, то можно получить цветной алмаз голубого цвета. А когда все это началось исторически? Ну, если говорить о истории этого вопроса, то началось все достаточно давно. Во времена алхимиков эти предшественники современных ученых работали не только в области получения, скажем, золота из тяжелых металлов, в частности, и ртути. Они занимались и вопросами получения алмазов. И уже в посталхимические времена известен исторический факт, когда такой английский исследователь Линнель постарался воспроизвести, как мог на то время, условия образования алмаза. И получил кристаллики, которые обладали очень высокими прочностными характеристиками и твердостью. И кристаллики эти находятся сейчас в Британском музее в Лондоне. Это тогда было в 18 веке? Это в 18 веке. И последующий рентгенофазовый анализ показал, что часть из этих кристалликов является карбидами металлов, а часть является алмазами. Но в тех условиях, в которых свои эксперименты проводил Линнель, воспроизвести условия, необходимые для синтеза алмаза, было невозможно. Поэтому, скорее всего, либо он, либо кто-то из его ассистентов подсыпал туда природных кристалликов алмаза, и эти образцы сейчас находятся в Британском музее. Я вот, когда был совсем маленький, смотрел такой фильм. Это, кстати говоря, шедевр советского, даже мирового кино, «Неотправленное письмо» называется. «Группа геологов ищет в сибирской тайге алмазы». И вот они, значит, находят алмазы, как-то это отмечают в своем узком кругу, и говорят такие вот слова, что вот алмазы, это и полеты в космос, там, и еще чего-то там. А я-то в то время недоумевал, я знал, вот алмазы, бриллианты, ну, дорогие вещи. Видите, их не видел, но знал, что дорого. А тут друг, это полет в космос. Для меня очень характерным является следующий пример. Экономисты в Соединенных Штатах провели соответствующие исследования и установили, что если из промышленности Соединенных Штатов убрать технические, подчеркиваю, технические, синтетические и природные алмазы, то промышленный потенциал страны упадет в два раза. Я думаю, что для нашей страны соотношение примерно такое же. Вот, значит, факт, который подчеркивает значимость синтетических и природных технических алмазов для промышленности высокоразвитых стран. Помимо тех областей, вот, металлообработки, геологоразведки, я могу привести еще ряд областей. Это, скажем, вот, установки газа и гидроструйной обработки. Это очень большая группа камнеобрабатывающих инструментов. Это пилы, значит, канатные, дисковые, это буровые коронки. И это ряд других видов инструмента, где основным работающим компонентом является либо природный, либо синтетический кристалл алмаза. Ну вот и все. Время наше подошло к концу. Всем я вам рассказал, что узнал про синтетические алмазы. Пора закругляться. Всем вам доброго, до свидания. Пока. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok